Привет, Комсомольск! В эфире программа «Про кино» и ее ведущий Павел Мушта. Поехали! Пожалуй, пять лет назад именно с главной роли в «Железном человеке» началось возвращение былой популярности к актеру Роберту Дауни Младшему. С учетом короткого эпизода в «Неудержимом Халке» и одной из главных ролей в «Мстителях» это будет уже пятое переодевание Роберта в «Железный костюм супергероя». Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неизвестных противников, Тони жаждет найти виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать только на себя и свою изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Это становится настоящим испытанием для героя, которому придется не только сражаться с коварным врагом, но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит. Что важнее, человек или костюм? Вряд ли кто-то расскажет о фильме лучше, чем исполнители главных ролей. Ну, поехали. Добрый вечер. Я рад известить вас о скором рождении очень бойкого и прокаченного братишки. В «Железном человеке-3» личное развитие Тони и развитие его технологии выходит на новый уровень. Он непрерывно конструирует костюмы в огромных количествах, как одежим. В начале фильма у него 42 костюма. Есть куча фишек, автономный костюм, есть утилизатор бомб. Гасит взрыв мгновенно. Конечный результат, который мы видим на первых кадрах — самый нереальный и продвинутый плод эксперимента в Тони — Марк-42. Самое крутое, что он связан с подкожными имплантами, которые вызывают его по частям. Бегом! Он такой же цельный и пулянепробиваемый, но достаточно подвижный, чтобы быстро набросить его на кого-то другого. Я прикрою. Это я прикрою. Ребята из Легаси, Линдс и Шейн — просто монстры. Костюмы становятся все круче. Здесь у нас Марк-1, 2, 3, 4, 5, 6, ну и, конечно, 7. В некоторых моментах несколько костюмов работают в команде. Мы хотели, чтобы в этом фильме был лучший третий акт. И мы этого добились. Вы не знаете, кто я. Я нагряну из ниоткуда. Какие будут ваши действия по поводу терактов? Весь мир замер в ожидании. И главный вопрос — где же Тони Старк? Теперь все иначе. Я должен защитить то, без чего не смогу жить. Тебя. Мистер Старк. Сегодня первый день заката вашей жизни. Бегом! Я предоставляю вам выбор. Бессмысленное существование или жертвенная смерть. Ты не человек. Очередной маньяк-убийца. Я тебя не боюсь. Никакой политики. Лишь старомодная месть. Вдвоем не потянем. Так придумай что-нибудь. Вот и мои малыши. В киноцентре «Красный» стартует конкурс «Человек и природа». Приноси в киноцентр поделку, рисунок или аппликацию. Оставь на стойке администратора. Не забудь указать возраст, имя, фамилию и номер телефона. Победители будут объявлены 1 июня на детском празднике. Более подробные условия в группе ВКонтакте или по телефону 547413. На этом все. Не пропустите нашу программу. Ровно через неделю подробное расписание сеансов в киноцентр «Красный» кинотеатр Юсити смотрите в нашей специальной группе ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. Кино и Комсомольск. В одном сердце.